Привет, ребята, с вами Братец Лук. Сегодня я расскажу вам про игру, которая называется Корова 006. И это очередная реинкарнация старой доброй игры 6 берет. Она здесь просто выпущена в более интересной упаковке, в такой вот металлической коробочке, которую приятно подержать в руках. Еще есть гравировка. Здесь можно посмотреть, что она такая с рельефным тиснением даже на коробке. И это реинкарнация игры Zex Nimmt, или 6 Nimmt немецкой, которая была выпущена, конечно же, в менее интересном оформлении, а до этого в нее играли еще в древности, потому что она достаточно простая. Проигрывая здесь кто-то первым набирает 66 штрафных очков. Почему ее называют 6 берет? Потому что здесь раскладываются 6 рядов карт, точнее 4 ряда карт. И шестая карта, выложенная в этот рядок, забирает все 5 предыдущих в штрафные очки. Вот здесь они нарисованы сверху. Здесь 3 штрафные очки, здесь 1, здесь 1, здесь 1. То есть каждая карта, являющаяся десятком, она дает 3 очка штрафных. Каждая карта, где две одинаковых цифры, 66, 55, 33 и так далее, она дает 5 штрафных очков. Карты, которые на пятерку дают по 2 штрафных очка. Еще какая-то 7. Еще какая-то 7, даже вот Вилл тут мне подсказывает, с периферии. А вот можно посмотреть, да, это 55, здесь дает 7 штрафных очков, просто потому что это вообще самая суровая карта. Игрокам раздается по 10 карт, и когда они расходуют все свои карты, на этом кон заканчивается и переходит к следующему кону. И когда по итогам наберет 66, тогда игра заканчивается и идет общий подсчет очков. Я покажу, как это делается. Вот, например, у меня есть, ну, не 10 карт, пусть будет у меня их 7 карт, например. И я выбираю, как дальше формировать ряд. Здесь 83, 67, 42 и 100. Мои карты, если я решаю выкладывать карту, например, 79, то она идет вслед за ближайшей к ней меньшей картой, то есть 67. Если же я беру карту, выкладываю меньшую карту, например, 33, то я ее не могу ни за чем выложить и заменяю ей какой-нибудь из рядов, один из рядов, на мой выбор. Например, 42 я заменил, и теперь я, соответственно, уже карты 39 я могу выкладывать вот сюда. И так далее, это набирается. Пока не выкладывается, он здесь 39, здесь 82, 57, соответственно, идет сюда. 38, вот я сейчас, ой, 88, 88 идет тоже сюда, 32 идет. Вот 32, если же она никуда не лезет, поэтому 32 я должен был бы заменить одну из этих карт. В общем, динамика достаточно простая здесь. То есть в то же время игра заставляет вас задуматься и подсчитывать очки, которые у вас складываются в итоге. И хотите вы оставить эту карту или выложить ее сейчас, например, вместо трех, это уже зависит от вас и от ваших подсчетов. Игра осваивается буквально за одну игровую сессию, то есть буквально минут за 10-15. И в дальнейшем играет достаточно просто. В нее интересно играть, я думаю, будет как взрослым, так и детям. Но в смешанных компаниях детям будет посложнее. Но если вся компания взрослая, да еще и 5 игроков, то это вообще отлично. Видите, сколько тут максимальное количество игроков? Много. Много? Здесь написано где-нибудь. От двух до десяти игроков аж. Время их 30-60 минут. В общем, игрушка достаточно простая, в этом оформлении очень привлекательная и, в общем-то, недорогая. И которая может взять с собой дорогу, играть с компанией и так далее. Эта игра называется Корова 0.6. Спасибо, что смотрели. Дальше вы можете в плейлисте увидеть полную игровую сессию, чтобы вникнуть в ее правила. С вами был Братец Ву. Живите долго и подсветайте. Всем пока.